Весь прошедший вечер всю ночь в Донецке было неспокойно. В районе Писок и аэропорта шли стрелковые бои. Каратели применяли зажигательные мины. В аэропорту бойцы и ополчения отмечали Новый год прямо на боевых позициях в перерыве между перестрелками. А в Донецке тем временем мирные жители получали подарки к Новому году от украинских артиллеристов. На улице Пражской в доме 13 подготовка к Новому году была в самом разгаре, когда раздался первый взрыв. Скажите, что произошло, когда произошло? Порядка 16 часов, 16.00 где-то в это время, поросло попадание снаряда. Собака, машина, дети, слава богу, в другой комнате были. Вынесло все. Воронка метр на метр. Ворота на чужой улице оказались. Поздравление с Новым годом от Порошенко. Ко**а. А машина? Машина сгорела, разорвала на куски. Назло им я на место воронки поставил елку. И встретил Новый год без окон, без стекол, без крыши. Большое ему спасибо. Пусть у него дети точно так же встречают. Новый год. Совсем рядом по улице Куйбышева, 214, снаряд попал в квартиру на седьмом этаже. Осколками порождены близлежащие дома. Я была в ванной. Ну, решила помыть голову к Новому году. Помыли. Ребенок у меня гулял на улице. И когда это все произошло, я услышала звон стекла. Это было очень страшно. И у меня были сразу первые мысли про моего ребенка, что он где-то на улице. А у нас тут дети все время вот возле этого дома. У них там качеля. И там вся молодежь всегда гуляет с улицы. Очень-очень в большом количестве детки там гуляют. Ну, и детенка моего, ну, ребенка моего не было дома в это время. И я очень перепугалась. И это был взрыв, я слышала. Стекла посыпались. Я позвонила сразу моему ребенку. Выскочила. Это было очень страшно. И когда мы увидели, что у нас все там это, и на улице все разбито. И все полетело к нам туда, в отбор. Газовую трубу перебила. Ну, вот так. Спасибо большое за Новый год. Тем товарищам, которые прислали нам вот это поздравление. Специально для Новороссия ТВ Екатерина Малова, Дмитрий Русский.